Я знаю, кто всем рулит. Всем рулит Бог. Он есть. Как он выглядит, что это такое, я не знаю. Но есть какая-то главная субстанция, мысль, которая все должно вопреки человечеству, оно мудрее, и оно должно все как-то в итоге удержать от той безысходности, которой человечество само себя ведет. И ведет, причем оно все с большей и большей скоростью, к самоуничтожению. Это касаемо много чего. Это и экологии касаемо, все. То есть иногда такое ощущение, что человечество хочет само себя уничтожить. Все идет к этому. Но поскольку тайное подозрение у меня, что есть главный кто-то, который не только нашей планетой, но вообще мирозданием управляет. Я управляет, говорю, как человек, что кто-то должен управлять. Не то, что где-то есть там свой Кремль среди планет. Нет. Так что я надеюсь, что это то, что происходит, оно... Человечество вот это развитие, которое есть, оно придет, оно уже заходит в тупик, уже в тупиковое состояние какое-то. Должно что-то произойти, и опять попрет с нуля. Не с нуля, а возрождаться будет человечество. Возрождаться. А в чем, с какого момента оттолкнется, вот этот момент я не знаю. Но так бесконечно не может продолжаться. А оно уже на грани человечества. Как я иногда шучу, говорю, вот уже политики уже и на экологию влияют. Уже вон землетрясение, уже наводнение, температурные какие-то перепады, которых раньше не было. Это все политики. Ну это в шутку говорю. На самом деле это тоже есть, имеет смысл. Место быть. Все это какое-то необузданное развитие техники. И все это в итоге приведет, ну... Почему эти Хиросима-Нагасаки не пример для нынешних сверхдержав, не пойму. Которые активно хотят запугать всех ядерными бомбами. Я не про нашу страну, естественно. У нас во имя защиты все это. И слава Богу. Вон, 20 лет назад, как... Что происходило? Стыдно просто вспомнить. Как наш лидер там пьяный коленку-маленьку выстукивал. И как смеялся Клинтон рядом. А сейчас у меня, сейчас благодаря Владимиру Владимировичу, скажу честно, у меня, да, такое самосознание-то, самоуважение появилось. Пусть, да, какие-то перегибы, пусть происходят. Да, но они исправятся. Потому что как перегибы, видно, что они происходят. Перегибы будут исправляться. Но вот самоуважение у меня появилось и к стране, и к моей державе. И армяне, слава Богу. Союз общий с Белоруссией, с Казахстаном, с Киргизией сейчас. Надо, надо. Потому что в одиночку сейчас смотришь, что происходит. Я не говорю о восстановлении Советского Союза в той форме идеологической. Нет. Должны быть какие-то финансовые, культурные. Если все не хотят, если все против, ну и пусть, что делать. Есть люди, есть страны, которые хотят с нами дружить. И мы с ними не будем дружить. Продолжение следует...